Великий, могучий английский язык Вот слово бокс Это одновременно и вид спорта, и коробка Слово ринг Это одновременно и просто кольцо, и то место, где, собственно, проводят соревнования по боксу А вот как тут написано Барвиха Лакшери Виллоч, запятая бокс Переводим Барвиха не переводится, остается Барвиха Лакшери Виллоч, роскошное село При чем тут бокс? Вообще, Лакшери Виллоч, это концертный зал Как можно в концертном зале провести соревнования по боксу? Это ж бред! Хотя хватит заниматься, понимаешь, этим рефлексированием непрерывным Надо ехать в Лакшери Виллоч и все узнавать Тем более, как приятно поехать в Лакшери Виллоч Не я поеду? Не я поеду в Лакшери Виллоч Поэтому смотрите сюжет, а я спокойненько пойду разберусь с тем, кто выписывает нам путевки Как раз с помощью бокса В начале весны в Москве прошли матчи в рамках всемирной серии бокса Россия против Италии В белых трусах российский боксер Первый раунд этого боя в самом разгаре Но постойте, поединок идет совершенно не в спортивном месте Это сооружение – пафосный концертный зал Еще недавно на месте ринга был сервирован банкет А на сцене выступали музыканты Как организаторам удалось отправить в нокаут рестораторов И построить ринг в рекордно сжатые сроки Вернемся назад во времени и узнаем Как концертный зал превратили в спортивный Главный секрет, который позволил добиться успеха Это уникальные конструкционные особенности зала Сцена и зрительские места Здесь стоят на восьми отдельных подъемно-опускных платформах Под каждой из них находятся спиролифты Эти гигантские винты Грузоподъемностью по 23 тонны каждый Могут создать зал любой формы Хотите со сцены, а хотите амфитеатр Кстати, такая форма зала и нужна Осталось установить ринг Задача организаторов – собрать почти трехтонную конструкцию за пять часов Ринг начинается с угла А точнее угловой опоры От нее стартует укладка подиума квадратами из блоков два на два метра Высота будущего ринга строго оговорена правилами – один метр Такой подиум обеспечивает наилучший обзор боя для судей и зрителей Постепенно устанавливают оставшиеся три угла Чтобы столь тяжелая конструкция не сложилась вовнутрь Снизу ринга делают канатную стяжку Попросту говоря, привязывают основания противоположных углов Друг к другу крест-накрест Этот нехитрый прием делает ринг устойчивее в десятки раз Первый этап возведения закончен Пока организаторы готовят площадку Давайте заглянем на тренировку Боксер готовится к поединку Кстати, новички, увидя грушу Часто стремятся дать по ней, что называется, от души И это порой приводит к травмам Кисти человека состоит из множества мелких костей Которые слабо укреплены между собой связочной системой Перед тем, как надеть перчатки, боксеры бинтуют руки На сленге спортсменов этот процесс называется тейпирование Тем временем на готовый подиум укладывают листы фанеры Вторым слоем плотное поролоновое покрытие Оно мягкое и защитит спортсменов от травм в случае падения Во время боя на ринг падают капельки пота А после гонга в боксерских углах вода попросту льется рекой Почему же ринг не превращается в болото? Секрет в верхнем слое Это брезент Он совсем не впитывает влагу Смотрите, ее можно легко смахнуть с поверхности Время вешать канаты Первые канаты на рингах выглядели точно так же, как канаты в спортзалах школ Белые, сплетенные из синтетических ниток Боксеры часто получали ожоги из-за трения о них во время боя Перед Олимпийскими играми 1952 года Федерация бокса обязала всех организаторов Обматывать канаты слоем поролона и тонкой кожи Позднее увеличилось и количество канатов До четырех с каждой стороны Это позволило спортсменам реже оказываться за пределами ринга Кстати, по правилам, боксер должен вернуться на площадку за 20 секунд Все металлические детали для безопасности укрывают накладками из поролона Ринг готов За несколько минут до боя нам удалось попасть в раздевалку к нашему спортсмену Хусейну Шедаеву Задача каждого тренера выстроить занятия таким образом, чтобы пик работоспособности боксера Приходился на время проведения соревнования Бои этой серии не предполагают защиты в виде шлема Но есть хитрость Вазелин Им намазывают кожу вокруг глаз Чтобы помочь избежать рассечения Ну что же Очередной бой турнира начался В зале и у телеэкранов за ним следит огромное количество зрителей Но мало кто может дать этому бою профессиональную оценку Такую, как эта девушка Чемпионка мира по боксу во втором среднем весе Наталья Рогозина Кто лучше нее прокомментирует, что происходит на ринге? Ну, во-первых, парню из России особо не повезло Потому что соперник выше и работает на дистанции Не подпуская его левым прямым Он пытается к нем подойти Разница в росте не имеет такого значения, как, например, разница в весе Хотя есть и такая поговорка Хороший большой боксер побьет хорошего маленького Но, надеемся, итоговые судейские оценки будут в пользу нашего спортсмена С трех сторон, в метре от ринга Это зона наилучшей видимости Расположены столы боковых судей Они следят за ударами и начисляют баллы У каждого судьи на столе лежит пульт с кнопками При точном ударе боксера из красного угла Судьи нажимают левую кнопку Из синего – правую Очко засчитывается только тогда Когда все трое боковых судей подтвердили удар То есть нажали на кнопки По одному очку за каждый акцентированный удар В конце трехминутного раунда данные стекаются в компьютер главного суди Он хочет подойти в ближний бой с ним работать А этот не дает Но, что касается нашего боксера Он полностью защищен То есть все удары, которые наносит итальянец Попадают в защиту Формат этого полулюбительского полупрофессионального поединка Пять раундов по три минуты Во время короткого перерыва Рядом со спортсменом находятся тренер и катмен Специалист, который обрабатывает раны, полученные во время раунда Бой будет проигран, если не удается остановить кровотечение Или у спортсмена закрытые гематомами глаза Именно поэтому катмен может сыграть ключевую роль в исходе матча Но почему наш боксер так и не присел? Хорошо, потому что когда ты садишься в углу, бывает ноги оттекают Настоящий профессионал Стоит, значит не устал Через несколько секунд начнется второй раунд Рядом с главным судьей соревнований Место судьи-хронометриста Он отмеряет время И ударом в гонг озвучивает начало раунда Вот он, легкий нокдаун Левый боковой, да? Он его зацепил Он, наверное, и сам не ожидал Боксер считается посланным в нокдаун Если он коснулся пола какой-либо частью тела, кроме ступней А если не смог встать до счета 10, то это уже нокаут Что-то произошло, видите, так подошел доктор, врач И хочет посмотреть ситуацию Видно у него рассечение сильное Смотрит и скажет, может ли боец продолжать бой? Нет, сказал, видите Когда происходят какие-то неполадки в бою Да, рассечение, нокдаун И когда останавливается бой Это и есть технический нокаут То есть бой выиграли за большим преимуществом Нам остается только поздравить нашего боксера И всех, кто сумел устроить спортивный праздник В этом концертном зале Между прочим, самый продолжительный боксерский поединок Состоялся с 6 по 7 апреля 1893 года Между Джеком Берком и Энди Боуином Бой продолжался 110 раундов И длился в течение 7 часов 19 минут Бой в итоге был остановлен Ввиду, внимание, отсутствия активных действий Со стороны боксеров Просто ребята, мягко говоря, устали И в матче была объявлена честная ничья